Странное помещение на территории садового общества. Здесь, согласно документам, должен работать инкубатор для выращивания цыплят. Вместо этого – станки и запах масла. Работников двое. А здесь простаивают или что-то делают здесь? Почему делают? А что делают? Автодетали. Всякие разные. А работников много здесь? Кто делает? Один, вот он. То есть вы один делаете? Я наладчик и автоматчик. А у вас договор заключен трудовой? У меня нет, я пенсионер. А, вы, короче, неофициальный, да? Да. Данных о том, кто является владельцем построек, в комитете по имуществу нет. А вот земля, находящаяся под развалившимся зданием, муниципальная. Более того, эта территория находится под особой защитой закона. Этот земельный участок находится в водоохранной зоне. Производство каких-либо деталей, либо связанное что-то с химической промышленностью здесь запрещено. Вот сейчас мы выявили факт, будем принимать соответствующие меры. То есть мы это все зафиксируем и направим в компетентные органы. Осматривая территорию, натыкаемся на некое подобие выгребной ямы. Самое поразительное, что ее содержимое работники гальванического цеха периодически сжигают. Среди отходов есть даже отработанные лампы дневного света. А ведь в них содержится ядовитая ртуть. Блуждая среди останков бывшей птицы фермы, находим еще один вход. Внутри руин различные емкости с непонятным содержимым. И цех с бурлящей жидкостью, отработанные автозапчасти для авто. Здесь находятся тысячи садовых участков. Все они граничивы. Соответственно, все это сливается. И вот сколько я с предстоятельным разговаривал, в этом году было массовое поражение деревьев и гибель деревьев. Правда, сложно сказать, именно это повлияло или еще что-то. Но вы видите, что гальваническое производство здесь осуществляется. Нанесенные природе и садоводам ущерб только еще предстоит оценить экологам. Но то, что он огромен, ясно уже сейчас. Наталья Васильева, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.